Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор и прогноз криптовалютного рынка на 6 марта. Давайте прежде всего взглянем на рынок в целом. Мы видим, что биткоин доминация у нас держится также около 60%. Сам биткоин подрос. За последние сутки около 5% он прибавил. Что же касательно других монет, здесь чего-то особенно отметить нечего. Однако, помимо биткоина, мы сегодня также рассмотрим эфир, Binance Coin, Qtum, о котором я вчера отписывал в телеграм-канале, на мой взгляд, формирует интересную торговую и инвестиционную ситуацию. Aion, TVT, которые просили в комментариях, и Mana, которые просили в комментариях также. А я напоминаю, что сейчас, пока рынок у нас более-менее спокойный, если вы видите какие-то интересные торговые и инвестиционные идеи по каким-то монетам, пишите их также в комментарии. Я самое интересное, по которым есть именно сейчас, что можно придумать, отбираю, разбираем и впоследствии выношу на обзор. Итак, давайте посмотрим биткоин по отношению к USDT. Здесь мы на 15-минутном графике изначально. Сначала несколько слов по предыдущим позициям. Здесь все относительно неплохо. Мы видим, что биткоину удалось как достичь нашей первой цели 48200. Если вы все делали так, как я предлагал, то вы уже должны были закрыть около 50%, потому что, как я вам сказал, на таком рынке уже первые цели предполагают покрытие большой части позиций. Ну и, соответственно, дальше у нас до второй цели, до 50000, пока дело не дошло. Здесь я бы по остатку уже перенес стоп-лосс, полагаю, примерно на 47800 долларов. И также благополучно бы эту сделку сопровождал при достижении следующей цели 50000 и 51300. Но, что касается каких-то новых сделок, если вы, скажем так, пропустили предыдущую сделку, или если вы сейчас пока присматриваетесь к рынку, я думаю, что есть тоже интересная мысль у меня. Она заключается в перелом вот этого минимума. Смотрите, у нас изначально, когда биткоин прошел наверх, он пробил вот этот вот уровень 48300, после этого дал иллюзию выхода за него, далее дал иллюзию отбоя вот такого и сейчас устремился наверх. Однако, на мой взгляд, вот на этом вот отбой, на этом вот ретесте, здесь большое количество лонг позиций залетело, причем они решили выставить короткий стоп, на мое личное мнение. Это где-то 47800, 47700 долларов. Соответственно, идея именно в том, чтобы подождать локальное выбивание этих игроков до отметки около 47600, опять же 600700 и впоследствии вот от этой вот зоны придумать небольшой лонг с перехаем вот этого вот уровня 49500, то есть условно с целями примерно 49700 долларов. Вот, это такая краткосрочная торговая операция. Сейчас, ну, в текущем рынке, в текущем боковом рынке мы вынуждены именно, ну, не то что вынуждены, для трейдеров это наоборот самый такой хороший кусок рынка, когда можно много проторговать именно спекулятивно. И вот сейчас не исключение, то есть мы вынуждены брать небольшой процент по сделкам, но преимущество такого подхода у нас заключается в том, что за счет небольших стоп-лоссов, которые мы здесь выставляем, можно брать некоторые плечи и при этом все равно оставаться в пределах допустимого риска по капиталу. Ну, или даже не плечи, но заходить на большую часть капитала, потому что деньги эти замораживаться не будут, по ним сработает или цель по прибыли, или цель по убытку. И, соответственно, это за счет, ну, такой интердей структуры этих сделок можно все реализовать быстро. Вы спросите, а что это за фон противный у тебя висит на графике? И многие из вас прекрасно знают, как я отношусь к уровням Fibonacci и к всему, что с этим связано. Ну, не очень хорошо, назовем это так. Однако, здесь я вчера, ну, начал простраивать Fibonacci, смотреть уровни коррекции от разных ценовых значений. Вообще, вот это вот Fibonacci, который построен не совсем корректно. Это я построил его от уровня предыдущего импульса и от уровней, где, предположительно, в основном набиралась Tesla. Как вы помните, это около, диапазон около 30 тысяч долларов. То есть, как раз таки вот от этого уровня поддержки я растянул сетку. Вообще, правильно я сейчас смотрел строить от 5600 долларов, по-моему. С 5600 долларов у нас еще не было момента полной коррекции по Fibonacci, то есть 618 тысячных. И поэтому, как бы, наиболее корректное именно построение, оно идет оттуда. Однако, с момента предыдущего импульса мы видим такую интересную закономерность, что сейчас как раз таки график, он поймал боковое движение именно между уровнями коррекции 236 и 0.5. То есть, вот, видите, вот это вот светло-зеленая зона и как раз таки боковое движение сейчас здесь. И уровни, которые есть следующие коррекционные, как 618, так и 786, они прям практически четко кладутся на те значения цены, по которым я вам предлагал как раз таки добирать. То есть, я там Fibonacci не строил, но мы видим, что даже если процентные уровни коррекции, они практически полностью совпадают с теми отметками, которым я предлагал вам добавляться в эту позицию. Ну и, соответственно, отметка 30 тысяч долларов, она, как правило, выступает такой переломной в этом плане. Поэтому дальше при пробитии 30 тысяч я бы уже полностью рассматривал здесь идею выхода из лонгов, которые мы здесь собирали. А я напоминаю, что отметки, ну, то есть, две отметки мы уже набрали. Вот, и у нас еще остается 41.600 и 36. Это, как бы, план на случай дальнейшей коррекции цены. Вот, это такая долгосрочная перспектива. Вот, а в короткую, я вам уже сказал свое представление. Это вот такая вот идея. Ну и сейчас, на мой взгляд, в этом боковом движении, вот между этими уровнями, 51.300. И нижняя граница, ну, здесь не совсем корректно, 44.000. Но я бы сказал, что 44.000 это такая крайняя граница, до которой все-таки мы будем реже доходить. А вот 46.200 примерно, вот эта вот красная зона, которую мы обозначали, на нее график будет падать намного более чаще, более часто. И так, давайте перейдем к следующей монете. Это у нас эфир. Смотрите, эфир тоже, в принципе, ну, я здесь не считаю, что он дал прям четкий сигнал на вход. Но он упал в красную зону, которую он обозначал еще раз. Он ее достиг, еще потом еще раз достиг. И впоследствии ушел наверх. То есть, фактически мы сделали то, о чем я вам говорил. Мы выбили вот этот вот лоу. И после этого стремились наверх. Сейчас идея заключается в том, что если вы брали здесь, я думаю, что цель вот эта вот красная зона 1680-1700. Но я думаю, здесь мало кто и успел, и брал в принципе. Потому что такое касание было не очень, ну, далеко не в центр зоны. Прямо скажем, здесь самые агрессивные только сделки открылись. Вот, поэтому цель тут где-то 1680, как я уже сказал, примерно 1700 долларов. И там же, на мой взгляд, будут интересные шорт-позиции с небольшим стоп-лоссом. Я думаю, что здесь идея, опять же, следующая. Смотрите, если график сейчас растет, доходит на перехай вот этого вот уровня. Здесь, я думаю, что его протащат вот в эту вот красную зону. И здесь проблема, что есть еще один уровень, и возможно, дойдут до него. Поэтому тут нужно обязательно смотреть именно на поведение цены. Как только вы видите, что резкое движение, ну, как правило, оно здесь будет ускоряться на хая, как это было вот здесь, видите. То есть, будет такое ускорение, потому что оно за счет стоп-лоссов и ликвидации продолжается. Соответственно, оно ускоряется. Как только мы видим какую-то остановку, она будет, опять же, 1680 или, возможно, перехай вот этого вот уровня. То есть, 1730 пройдутся вот так на стопах. Как только мы видим окончание такого резкого движения импульса, на мой взгляд, можно открыть шорт. С небольшим стоп-лоссом долларов 20-30 от верхнего диапазона, где остановилась цена. И продорговать уже на шорт. Здесь можно как сопровождать со стоп-лоссом, так и взять, например, цель 1550. То есть, все они с точки зрения соотношения прибыли к рискам будут вполне себе неплохие. Здесь у нас эфир, он тоже установился в такое своеобразное боковое движение. Но мы видим, что здесь все-таки с уклоном на нисходящее, потому что выглядит он послабее биткоина. И за счет этого смещен немного вниз. А остальных сделок, остальных идей у меня здесь, ну, таких-то других, точнее, у меня здесь нет. Потому что, потому что нет. Потому что сейчас, в принципе, формация, которая здесь формируется, она такая достаточно спорная. И я бы брал только такие краткосрочные операции. Идем дальше. Следующее это Binance Coin. Просили его включать в каждый обзор. Давайте рассмотрим здесь. Здесь, смотрите, пятиминутный график. Опять же, мы можем смотреть только на совсем малые таймфреймы, если вы хотите что-то нового. Здесь у нас внизу зеленая зона около 217. Вверху красная зона 230. Соответственно, зона поддержки и сопротивления. Мы видим, что здесь идет поджатие 230. Это зона такого сопротивления. Сильного достаточно на пятиминутном графике. И вроде как цена сейчас возле зоны консолидируется, пытается пробить. Я думаю, что можно с небольшим стоп-лоссом здесь подобрать с целью около 236. То есть цель совсем небольшая. Однако и стоп-лосс здесь подразумевается тоже доллара 2-3. Либо взять также здесь, но здесь расширить стоп, чтобы его не выбило каким-то ложным движением вниз. И дотянуть, например, до 240-250 и цель 260. То есть выставить 3-4 цели. Потому что тут, в принципе, такое накопление, оно подразумевает неплохой выход. И можно дотянуть выше. Ну и до этого мы с вами также рассматривали, что цена после перелого вот этого, она сможет... Перелого вот этого вот уровня, это 328. Просто, наверное, не очень узнаете на пятиминутном графике. Ну вот, на пятнадцатиминутном. Вот мы рассматривали. Вот он лоу. Вот этот перелого. И вот сейчас восстановление. То есть вполне может вернуться вот к отметкам около 250. Сделка мне нравится. Средняя. Мне бы больше понравилось, например, то, что мы рассматривали сейчас по биткоину или по эфиру. Однако, в принципе, сетап торгуемый. И можно на нем что-то взять. Следующее давайте посмотрим. Это Qtum. Вчера я его отписывал как в телеграм-канале, так и, наверное, рассмотрю более подробно сейчас. Что у нас здесь хорошего? Ну, прежде всего, после того, как Qtum у нас достиг своих максимумов на отметках примерно 8.80. Вот, 8.90. Впоследствии он скорректировался больше, чем два раза. До 4.20. И далее начал формировать вот такую вот зону накопления. Впоследствии из этой зоны накопления цена так вот, видите, органично выходила, выходила, выходила. Очень похоже на то, что сейчас происходит на Binance Coin. Далее поджало уровень 5.80. И после этого прострел. Здесь, на мой взгляд, после такого прострела сначала будет небольшое движение вниз, чтобы этих лонгистов поспешных скинуть. После этого, ну, упадут, я думаю, где-то до 5.50. То есть, в диапазон 5.50-5.80. Вот сюда. И здесь его можно уже подбирать. На мой взгляд, как лимитными ордерами по 5.50-5.80, так и, в принципе, смотреть на то, какая здесь будет реакция. Ну, и параллельно просматривать также ситуацию по BTC. И здесь вполне можно подобрать с небольшим стопом за 5.20 куда-то его спрятать. Либо можно даже более инвестиционную идею здесь рассмотреть, спрятать за 4.50, а по 5.20 и, например, по 5.00 ровно тоже набирать. Но здесь тогда более мелкими частями и с целями на выход уже из этого диапазона и на новый максимум. Либо по среднесрочным сделкам это цели 7.00 и 7.50. Мне кажется, здесь наиболее интересными и перспективными. Вот. Ну, скажем так. Разворотная модель, какая-никакая есть. Выход из зоны накопления есть. Ну, обычно ничего дополнительного нам к этим двум факторам не надо. Поэтому я предлагаю, собственно, рассмотреть такой трейд. Давайте идем дальше. Следующее. ION. ION цепанул снова уровень, который мы рассматривали до этого. В основном он зашел. Видите, зеленую зону точно снова ровно по уровню он бьет 1.60. Отбой слабоват. Вполне возможно сейчас пробой вниз. Поэтому, если вы набирали в зеленой зоне, я предлагаю однозначно стоп-лосс БУ. Без убыток переносить в ноль. Поэтому тут, видите, очень слабая формация. Уровень поджимают. Скорее всего, будет или ложный пробой, или вообще уход ниже. Поэтому тут, вот. И поэтому именно нам нужен без убыток. И далее при ложном пробой, или при проходе вниз, я бы лучше уже тогда передобрал. И взял бы какой-то новый импульс. Вот. Ну а так, в принципе, пока что покупатель есть. Мы видим, что сдерживают цену. Однако, отбои пока ослабевают. Вполне возможно, что вот это вот движение вниз, оно подзатянется. Но потом нам будет дана еще одна возможность. Поэтому тут я просто, самую основную мысль, которую хотел донести, стопы на без убыток. И далее здесь уже зреет пробой. Поэтому стоит перестраховаться и взять по более интересным эффективным ценам. Так, давайте ТВТ. Просили его в комментариях. Здесь я ранее озвучивал свою идею лонга. При коррекции к 0.7, или возможно даже к 0.65. Мы видим, что после этого у нас цена уже ушла вниз достаточно значительно. Поэтому здесь, ну, если у вас не сработал стоп, ну, как не сработал, не сработал, вряд ли, может. Если вы не выставили стоп, то здесь ситуация, ну, в значительный уже минус. Поэтому давайте ее рассмотрим более подробно. Смотрите, здесь хорошая новость для быков, она заключается в следующем. С одной стороны у нас уже пробита вот эта вот трендовая линия, нисходящая наверх. И вроде как покупатель также поддерживает цену выше 0.49, то есть выше 50 центов. То есть какая-никакая сила сейчас есть. Однако, честно говоря, таким как бы значительным разворотом это пока не пахнет. Поэтому тут я бы повторно какие-то долгосрочные сделки не открывал. То есть если они есть, я бы их оставлял. Возможно даже усреднился по цене 0.42. Она, мне кажется, довольно сильная. Плюсом ко всему, вот здесь, когда вы посмотрите на уровень 25, мы возможно вместе посмотрим, если у меня будет график загружаться. Вот, по 0.25 мы, соответственно, увидим здесь подобную ситуацию, когда также было два отбоя от уровней после этого восстановления. Сейчас таким уровнем выступает 0.41. Ну и взять уже какие-то более такие долгосрочные цели. Вот, ну и по краткосрочному здесь вот уровень я выделил 0.49, 21, от которого можно с коротким стопом взять. И цель 0.55, 38. Вот, и также на пробое 0.55, 38 здесь можно, соответственно, взять бай и 0.63, 0.72 также дотянуть. То есть, это такая пробойная стратегия, она мне нравится меньше, но тоже, в принципе, полностью устраивает. А так, график, ну, вы сами видите на экранах, он такой. Пока что модель близка к разворотной, но еще не разворотная. Следующий это мана. Давайте посмотрим, здесь сохраняется восходящий тренд. Я выделил зеленую зону, которая, на мой взгляд, является хорошей для покупок. Это диапазон 0.26-0.29. Я бы даже сказал 0.26-0.700 примерно, до 0.29-0.300. Вот она, зеленая зона. Мы видим, что структура движения всегда похожа. Это резкий взлет, коррекция к трендовой, резкий взлет, коррекция, резкий взлет, коррекция. И вот сейчас вот резкий взлет. Поэтому я думаю, что коррекционное движение будет как раз к этому диапазону. И можно здесь взять. Более того, предсказуемый стоп мне здесь нравится вдвойне. Это диапазон, я думаю, будет около 24 центов. И с учетом того, что стоп будет примерно 2.5 цента, а потенциальное движение цены около 30, то, ну, отлично. Я считаю, что здесь можно, собственно, вписаться. Поэтому ждем коррекционного движения к зеленой зоне. Здесь неплохо выглядят покупки. Обязательно со стоп-лоссом, чтобы потом не спрашивать меня, что делать с манной, если рынок начнет падать и так далее. Сейчас вообще рынок достаточно дорогой. Хоть многие говорят, что относительно пиков какого-то там 18-18 года, сейчас все находится на дне. Но я просто не совсем понимаю, кто вам именно сказал, что должен рынок вернуться на свои пики 17-18 годов. Потому что относительно вот этих вот минимумов уже цена достаточно сильно выросла. И нужно обязательно страховать такие сделки. Потому что повторно становиться инвесторами. Ну, я уверен, те, кто работал в 17-18 году, явно не желают. Те, кто пришли как бы только сейчас на рынок, может у них еще нет. Не выработалось это отторжение, постоянного наблюдения за портфелем, который может в моменте просаживаться на 80-90% и ждать очередные несколько лет для того, чтобы ситуация здесь выровнялась. Поэтому, стоит ли это, стоит ли ваши нервы, стоит ли ваше время одного невыставленного стоп-лосса, вопрос, конечно, к вам. Вот. А я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока. Пока.